Итак, друзья, Шана Това, хорошего года, вот Рошана позади, но, как оказалось, что Рошана, даже Новый год, оказывается, является частью десяти дней, то, что называется Асерет Ямей Чува, десяти дней раскаяния, это очень-очень особое время, в которое мы сейчас с вами находимся, и это время называется Асерет Ямей Чува, десять дней чего? Десять дней шувы, десять дней шувы, и сегодня поговорим, сегодня сам со себе день, сегодня цом Гидалия, сегодня пост Гидалия, будем сегодня говорить об этом, поговорим немножко о том, что такое десять дней раскаяния, вообще, что нужно делать в этот день, и что такое раскаяние. Да, вообще, Тора учит нас, что раскаяние – это было что-то, что было сотворено до мира, то есть еще до мира. А что это значит все? Это значит, что на самом деле наш мир просто не может существовать без такой, да, без того, что была бы чува. Так, человек так устроен, что он не может не ошибиться, он так или иначе где-то, да, совершит то, что называется грех, то, что называется хэт, грех. А люди очень не любят говорить о грехах, вы знаете, да, причем вне зависимости, да, там, от возраста. Человек им говорит, начинаешь говорить с ним про грех, да, человеку не приятно, знаешь, грех, да, на себя посмотри, да. Ну, грех, люди как думают, что я никого не убиваю, никого не граблю, почему сразу грех? Ничего плохого я не делаю, я вообще хороший, да, всем стараюсь помогать. Но на самом деле не надо ежиться, не надо, как мы сейчас объясним, на самом деле понятие греха, это правда. Один раввин какой-то, да, начал давать перед студентами речь и начал сразу грех, вот грех, вот грешить не надо. Ну, студенты подняли руку, да, что жду, говорю, хэт, хэт. Хэт, говорит, это восьмая буква алфавита, говорит, не знаем мы ничего такого. И действительно, понятие греха, слово хэт от слова леахты, послушайте, да, все тайны находятся в самом языке. Леахты от слова промахнуться, промахнуться. То есть грех, это значит, ты куда-то целился, но отклонившись от цели, да, цели не достиг, промахнулся. Но человек, который заведомо никуда не целится, он по определению действительно никогда не промахивается. То есть для такого человека понятие греха вообще чуждо. Этих людей можно понять, да, весь мир делится на два типа людей. Есть которые, да, и таких, к сожалению, да, очень много, которые считают, что мир – это результат случайности. И было-было, взорвалось из точки сингулярности. И вот мы тут с вами сидим, уроки даем, рассуждаем. Да, так получилось случайно, случайно грибок, который за миллиарды лет образовался в супе на земле, варился-варился, сбился, значит, молекулой. И вот кто-то вбился в стул, кто-то в мартышку, кто-то в человека. И вот как-то мы вот все вот тут так очутились. И если действительно рассуждать таким образом, то случайное по определению не имеет цели. А если так, то в принципе у этих людей одна забота, у человечества одна забота, как доковылять до могилы. То есть чем занять этот промежуток, да, из точки А – роддом, до точки Б – кладбище. То есть чем его занять? И на самом деле все дороги, то есть если исходить из этого, из того, что мы просто предмет, результат случайности, то тогда любые пути хороши. Совершенно неважно, как ты эту жизнь живешь. Потому что какая разница, как я доковыляю до могилы? Почему ты учишь меня жизни? Да, мы просто, да, так получилось, как живота. Нет никакого смысла, нет никакой цели. То есть промежуточные-то смыслы, может быть, есть. О, вы учите английский, закончите университет, заработать, там, да. Но в итоге для чего все это? Для чего все это? Вот вся эта копошня, вся вот эта вот, знаете, как говорят, человеку не дай бог, не дай бог, да. Говорят, вы знаете, все, это последний день вашей жизни. Или вам остался месяц жизни, жить. У человека последний день в жизни, что думаете, он побежит там копошиться, там, в офис, там, что-то решать. Да, но по сути, по сути, разницы нет. Последний день жизни, последний месяц жизни или последние 20 лет жизни тебе пришли и сказали, ты знаешь что, что в конце там смерть. И если, да, все случайно, тогда вообще смысл чего-то делать, смысл что-то начинать, стараться, карпеть. Для кого, для чего? Люди говорят, ну, для детей. Слушай, ну, если для детей, а дети для чего? Для детей. Так, если я для детей, а мои дети для детей, так зачем нужен я и мои дети? Давайте сразу, да, начнем с тех, ради которых это все. И люди говорят, да, дедушки говорят, вот, сынок, я за тебя там воевал, я для тебя. А внук на него смотрит и говорит, павел, честно, знаешь, сын еще слушай, там, внук еще ладно, там. А дальше уже, понимаете, ему уже самим свою революцию хочется начать. Им совершенно это не нужно. И все, что отец копил там, там, и собирал там марки, да, дети, кто сказал, получается, что? Да, но есть другой подход, да. Евреи говорят, что у мира мир был сотворен. То есть, да, взорвалось, но не случайно. А специально, кто-то, да, щелкнул пальцем. Мы здесь не случайно. У мира есть цель. О, у тебя есть цель? Тогда любое отклонение от цели есть грех. Это называется хэт. Отклонение от цели. Да, то есть у человека есть цель в жизни. И есть 365 вещей, которые отдаляют тебя от цели. И 248 вещей, приближающих тебя к цели. Это 248 повелительных заповедей. И 365 заповедей запрещающих. И вот он тебе, навигатор. Да? Что такое чува? Чува – это если ты отклонился от курса навигатора. Чува – это он тебе показывает, как вернуться. Вернуться на прямой путь. Ты ушел, сбился с курса. Но пока ты знаешь свою цель, ты можешь на нее вернуться. Ты можешь встать обратно. Можешь снова попасть на дорогу. Чува. От слова «да, тошув». Да, ашив. Шув. Возвращение. Вернуться. Да, вернуться в исходную точку. Да, как сказал Всевышний. Я тебе создал прямой путь. Прямой. А человек пошел в свои рассуждения. Хэшбунот, хэшбунот. Всевышний сказал – не ешь плод с дерева. Я тебя сотворил. Это хорошо, а это плохо. А человек что? Я сейчас съем. Потом, значит, я сделаю чуву. И в итоге закрутилось. 6 тысяч лет. Вот мы с вами тут до сих пор расплачиваемся. Но на самом деле это не Адам, который вот там где-то что-то. Адам был самый великий. Он в себе олицетворял все человечество в одном. То есть в каждом из нас каждый день мы совершаем то, что совершил Адам. Каждый день. Осознавая прописные истины, человеку говоришь. Нельзя. Он говорит – да знаю. Ты в Бога веришь? Он обидится. Он говорит – конечно, верю. Что знаешь? Не, ну как? Да. Как говорят наши мудрецы. Люди говорят, что верят в Бога, но живут. Живут так, как будто в Нему не верят. Понимаете? Мы – это такая вот дихотомия, такое вот противоречие, которое есть. Что есть шува? Асерет ямейт шува. Целых 10 дней шувы. Вот я послушайте, поделюсь с вами чем-то, да, немножко еврейским мировоззрением. Не знаю, высоко, низко. Но, да, Тура раскрывает перед человеком определенные представления о том, что есть наш мир. Что есть наш мир. Понимаете? Если этого не знать, я просто не понимаю, как люди просто не сходят с ума от депрессии. Как они не сходят с ума от страха. Есть триллион вещей, которые ты в жизни не контролируешь. Ты состоишь из триллиона вещей. Каждый лопнет, закроется, закупорится. Тебя просто нету. Сколько вчера там пила до утра, сегодня сели за руль. Ты едешь аккуратно в своем ряду. Он тебя вынесет, и все, и все оборвалось. То есть как вообще можно, да, если не понимаешь, что есть Создатель, который всем управляет. Но, да, что есть в шува, да. Поговорят наши мудрецы такую вещь, что оказывается, человек, который сделал шуву за какой-то свой проступок, он способен превратить свой проступок, грех, да, в шогега, шогег, в нечаянное преступление, в нечаянность. И мы знаем, что все корбанод в храме, которые искупали грехи, они приносились только за шогег. То есть корбан, жертва, приношение могло искупить только что случайное. Если ты случайно что-то сделал, ты должен идти в храм, в Иерусалим, приносить, значит, корбан, смотреть на него и представлять, что вот что бы должно было быть со мной, да. И на самом деле все это не какие-то запугивания. Дело в том, что каждый грех, как принято думать, да, как принято думать, что грех, человек грешит, нарушает волю Всевышнего, и за это Всевышний его наказывает. На самом деле, объясняет Рамбам и Рабейну Йона Геронди в своей книге, тоже Шарай Чува, он пишет «20 уровней Чувы», он говорит, что это, да, это детское понимание. На самом деле грех, да, то, что называется хэт, то, что отдаляет человека от цели, его творение, есть ничто, это и есть его наказание. То есть каждое прегрешение создаёт реальность, реальность вечного свидетеля, который окружает человека. То есть грех создаёт некую перегородку между человеком и его создателем. А создатель — это кислородный шланг, это ветка, на которой человек сидит. То есть когда человек восстаёт против своего создателя, он в буквальном, не в переносном смысле, перекрывает себе кислородный шланг. Он просто-напросто пилит ветку, на которой сидит, да, поэтому, но что, но что, да, так это реальность, да, это реальность, которая создаётся, она, как и любая другая реальность, требует пищи, её нужно кормить. Сразу же, конечно, она требует еды, а любое творение требует пищи у кого? Вот телёнок родился, он мамы, он ищет маму, он ищет того, кто его сотворил, своего создателя. И эта прожорливая реальность, она очень голодная, и она хочет есть. Кого она хочет есть? Она хочет есть своего создателя. Но пока человек находится в теле, находится в этом мире, она не спала, она не может до него дойти. Он как в капсуле, в парокамере, не может до него дойти. И поэтому одна из вещей мы читаем Юдгимил Медот. «Тринадцать качеств милосердия Всевышнего» пишет Раби Муше Кордоверо в книге «Томер двора». Мацлех с нами, он помнит. Одна из тринадцати вещей «носэ авон» переводится «несущий грех». Переводится как «терпеливый». То есть Всевышний терпит, да, он несёт, он как бы терпит свои грехи, ждёт, пока ты сделаешь шуву. Но, говорит Раби Мушекова, переводи дословно «носэ авон». Всевышний несёт, он кормит эту реальность, чтобы она на человека не накинулась. Всевышний как бы её несёт, да, давая человеку возможность сделать шуву. Возвратиться. И тут готовьтесь. Здесь бомба, да. То есть, если человек, оступившись, совершив зло, совершив грех, пробуждается, а так часто очень бывает, именно когда человек оступается, и порой он должен прямо в грязь упасть в самый пол, только там он осознаёт, куда меня занесло, чем я занимаюсь, куда я попал. И он делает шуву, тогда, внимание, тогда то, что он сделал зло, злом не является. Ведь в итоге, благодаря этому, он одумался. Одумался и исправился. То есть, получается, это хорошо. Упав, только упав в грязь, ты понял, какой ты грязный, и решил пойти помыться. Так прекрасно, что ты упал в грязь. Да, это открыло тебе глаза. Это на самом деле было неплохо, а на самом деле оказалось хорошо. Но, да, само понятие шувы для нас непостижимо, потому что в нашем мире мы как живём, да, есть такой тоже древний мидраж, да, в нашем мире содеянное невозможно исправить. Ты разбил вазу, ой, мне так жаль, мне очень жаль, тебе очень жаль. Человека не вернуть, вазу не склеить, да, или если склеить, видно, что она разбитая была. То есть, нельзя, нельзя это вернуть. Говорит Всевышний, шува помогает. Делает шуву, делает шуву. Да, делает шуву постоянно, но есть 10 особенных дней, включая Рошашана, того уже меньше, да, у нас 7 дней реально, то есть минус Рошашана, Йом-Кипур, того 7 дней. Когда Всевышний принимает шуву мгновенно? Но, как сейчас будем говорить, шува, а, 10 минус 3. Два дня Рошашана и один день Йом-Кипур. Сегодня сегодня. Сегодня уже сэротемьет шува, отцом гидаль, да. Друзья, что мы говорили? Я считал дни. Я считал дни. 10 минус 2 Рошашана. Да. 7 дней. 7 дней шувы. Шува. Непонятно. В нашем мире мы не можем понять, как можно, как можно изменить содеянное. Но. Смотрите, какая-то, просто послушайте это. Вообще. Да, просто мы должны знать, мы должны понимать, как это работает, и тогда, возможно, нам будет легче понять, как это вообще делать, да. Первое, надо знать, шува – это не что-то эфемерное. Раскаяние. Что такое? Раскаяние – это очень конкретная вещь. Да, она состоит из пяти этапов, сейчас будем говорить. Четких вещей. То есть, надо знать. Это подарок Всевышнего. И сам факт, что человек не делает шуву, является тягчайшим грехом. Это, да. Всевышний кормит, он сдерживает эту ряду. То есть, ты накопил, ты столько наворотил, да, разрушал, это просто готово в мрак. Для тебя ты оградил себя таким мраком. Как только тело сойдет, ты просто окажешься, да, страшно, да. И это не наказание. Ты сам породил это. Человек-создатель, да, змей Нахаш не обманул Адама. Он сказал Хаве, съешь, и ты будешь как творец, сможешь творить миры. Он сказал правду. Человек действительно творит миры своими поступками, фантазии, воображений, да. И эти миры, которые он творит своим выбором, да, в итоге с этим ему придется жить. Каждый день мы творим себе вечность, в которой будем, да, пребывать. Шува – это подарок из всех подарков. Просто, знаешь, мне нельзя начинать говорить на какие-то такие темы, потому что мы уже до Аллакии не дойдем. Будем говорить только про это. Ну, ладно, я постараюсь, да, заставлю сейчас себя остановиться. Но просто идея. Что такое шува? Как работает шува? Представьте себе два человека. Один рубит дрова, и второй рубит дрова в параллельных мирах. Один рубит дрова, замахнулся топором. Топорище слетело с деревяшки. Не думал, не гадал, нечаянно убил товарища. Второй тоже с этим же товарищем параллельно рубит дрова. Они что-то там начали выяснять слово за словом. Подрались, взял, хладнокровно зарубил товарища. Теперь скажите, в чем разница между первой и второй ситуацией? Вот только с одной стороны, как бы, и там, и там, и там есть убитый, убитый топором. Но разница ключевая, принципиальная. Да, вот мне подсказывают здесь. Умысел. Умысел. В первый раз это было случайно, а значит, нету состава преступления. Когда человека будут судить, состава преступления нет. Он не призывает. Так вышло, окей, будет его там разбираться, но преступления не было умысла. Вторая ситуация, если это убийца, это убийство, это статья, это будет судить его как убийцу. Земля и небо, совершенно разные вещи. То есть, что мы видим? Что умысел играет огромную-огромную роль. Так, представим себе, возьмем себе самый крайний случай. Убийство, то же самое. Все, разбитая ваза, нельзя ничего вернуть. Нет человека. И вот проходит 10 лет, и человек такой, ну, сделаю-ка я отшиву. И говорит, Тора, отшива помогает. Шива помогает. Каким образом? Дело в том, друзья, что надо знать, что любой наш поступок начинается с желания, мысль, желания. И потом это перерастает в действие. А природа желания, откуда берутся желания, откуда берутся мысли в голове? Откуда? Откуда они берутся? Явно не из этого мира, да? А из какого мира? Из мира духовного, там где желание. А там, в мире духовном, там есть понятие времени? Там нет понятия времени. Нет понятия пространства. А значит, ты – это всегда ты, да? Ты – это… То есть, пока ты 10 лет спустя по-прежнему не сделал шиву за то, что убил того человека, ты убиваешь его постоянно, каждое мгновение. Это реальность прошлого существует. Но как только ты в настоящем совершил искреннюю шиву, ты удалил рацион. Ты больше не такой. Ты больше такого не способен сделать. У тебя больше нет этого желания, да? Ты его искоренил. А значит, ты – ты, это же по-прежнему ты – значит, вернемся 10 лет назад. То, что ты сделал, ты сделал, но без желания, без умысла. Это то, что говорят мудрецы, что шува мейера – это низкий уровень шувы, который способен превратить прегрешение в шогега, в шогег, в нечаянность. Вы слышите, как это становится нечаянностью? То есть, то, что было – было. Человек убит. Но это уже случайно. Как случайно? Да, ты сам у нас 54 ножевых, да? И все разы случайно, да? Может быть. Если сегодня ты искоренил себе это намерение, это желание, то желания не было. А как же вы скажете, ну, человека не вернуть? Вот еще более глубокая идея, которую тоже мы должны так важно ее понять. Это так важно. В этом мире, друзья, человек ничего сделать не может. Ничего не может. Никого ты убить не можешь. Ничего ты сделать не можешь, если на то нету воли Создателя. Это его мир. Он управляет миром. А знаешь, что единственное ты можешь? Желать. Твое желание. Чего ты желаешь? Поэтому желания у тебя этого больше нет. А человека? Ну, человеку, значит, ну… Да, человек должен был умереть. Он должен был умереть. И у человека в руках над каждым триллионы ниточек. Каждая нашей клетка, которая неправильно будет работать, это мгновенно приводит к смерти. И триллион вещей вокруг нас, которые могут случиться, и человека тоже нет. Но что? Ты выбрал. Ты же стал палкой в руках Всевышнего. Получается, человек, совершивший чуву, действительно способен превратить любое свое преступление, как бы отвратиться от него, сказать, это больше не я. Это не я. Потому что я сейчас на такое не способен. А раз так, то я это какой я сейчас. Вот теперь внимание. Очень важно. Работает урок, надо прослушивать несколько раз. Если будет возможность перед Йом-Кипуром просто прослушивать, что такое чува. Друзья, чува – это что-то очень понятное. Давайте с вами про первое. Чува состоит из пяти этапов. Первое – это осознание греха. Вы знаете, человек, когда говоришь, ты грешен. А человек говорит, что я грешен? Я не грешен. Это, понимаете, это уже само по себе как бы. Если человек не видит проблему. Психолог, люди приходят, у них проблемы семейные. Самое главное, что нужно сделать психолог, они должны признать проблему. Да нет, у нас все нормально. Пока он не объяснит, как нормально, если она недовольна, она плачет три раза в день. Значит, нет, все нормально. Нет. То есть сначала нужно элементарно признать. Окей, да, действительно, это что-то не то. Что-то не то и друзьям не говорят, и жена недовольна, и все вокруг, наверное, все-таки что-то я делаю не так. Осознание греха. Признание греха. Второе – это попытка его исправить. То есть сразу нужно исправить грех. Бесполезно делать что? Если ты можешь его исправить, исправь. То есть украденное – верни, сказанное – извинись, сломанное и так далее. Постарайся исправить, если это возможно. Третий этап – карата. Сожаление. Сожаление о содеянном. Человека должен охватить стыд. Должно стать стыдно. Он должен понять, что то, что он сделал, – это плохо. И вы знаете, как человек несет с собой грехи. Он иногда даже понимает, что в его жизни было какие-то вещи, что он сделал плохо. Но он думает, ну, что, классно, зато было, да. Есть что вспомнить. Ай-яй-яй. То есть надо не просто стучать в сердце, надо как-то это вспомнить. И об этом сильно пожалеть. Иначе это не стирается. Рабину Йона пишет 20 уровней. Один из них стыд. Я слышал очень красивый лайфхак, как можно этого добиться. Рабутай написано, мы вчера говорили, что тот, кто оскверняет имя Всевышнего сокрыто, скрытно, в итоге взыщут с него открыто. Что это значит? Представьте себе, что то, что вы делали, что-то совершили, вдруг станет известным. И все ваши, не знаю, друзья, ваши раввины, наставники, ваши родители, близкие, они все смотрят это и видят. И какой позор охватит человека. Именно так и происходит на суде. Еще хуже. Всевышний понимает, что это все видно. Нельзя зажмуриться. Там некуда. Это Адам после греха нашел место за кустиком, начал прятаться от Всевышнего. То есть, когда приходит в голову идея, что от Всевышнего можно спрятаться, она пришла к нему в голову только после греха. Что он есть там, где он не видит. Люди выбрали Немрода. Они хотели человеческого царя. Не хотели Бога. Они хотели царя человека. Почему? Потому что человеческий царь, как бы он есть, но он не вездесущий, не всознающий, не всевидящий. Он как бы, окей, он есть, но извещи, я у себя дома делаю, царь об этом не знает. А вот этот Бог, который все видит, все знает, это очень неудобный царь. Это прям очень неудобный царь. Он везде проникает. Но именно так Всевышний все видит. Тхарата. Человек должен представить, что бы он почувствовал, если бы все его грехи раскрыли наизнанку, постучали бы по столу, собрали бы всю общину, все, кто его знают, друзья, всех, перед кем он хочет. И вот начали показывать перед ними, какой бы стыда был у человека. Это, кстати, еще помогает. Во время Йом-Кипура именно так представлять свои поступки. И тогда действительно как бы ты в корне их сожжешь. Ребята, надо использовать шву. То есть это безумцем надо быть, чтобы не пользоваться этим подарком. Древний-древний мидраж говорит. Да, такими словами древними. Но суть та же, что было три узника сидели в тюрьме, и вдруг обвалилась стена. Двое убежали, а один остался. Пришел, значит, царь, тюремщик, увидел и отлупил этого третьего. Говорит, глупец, говорит. Ты мог бежать, почему ты не сбежал. Всевышний говорит, я держу это все. Даю тебе время. Для чего? Одумайся. Я одну пощечину тебе. И здесь тебе намекнул. И тут тебе намекнул. Хочу тебя вернуть. Ты понимаешь, что тебя ждет? Человек не понимает. Он не пользуется чем? Подарком. В Торе мы читаем, недалеко она от тебя. Чтобы сказать, за морем она. Одно объяснение Тора. Второе объяснение пишет Рамбан. Речь идет про Тшуву. Ребята, у нас даже нету исповеди там перед кем-то. Тшува это один. Закрылся где-то, но только, да, перед Всевышним. Сам наедине и сделал Тшуву. Итак, третий этап. Первое. Признать. Второе. Исправить. Третье. Пожалеть об этом. Пожалеть об этом. Устыдиться этого. Как я мог, как я мог против тебя восстать, Творец. После всего, что ты для меня сделал. Как ты меня лелеял, на руках носил, все мне давал. А я просто ежедневно, зная, что нельзя, продолжал это делать. Четвертое. Четвертое. Это исповедь. Вот тут бомба, да. Исповедь. Оказывается, нужно это сказать вслух. Не нужно, да, там, да, через решеточку кому-то это говорить. Не-не-не. Но. В Бога веришь? Есть Всевышний. Всевышний слышит. Надо это сказать. То есть надо уединиться и сказать это. Надо это произнести. Рамма пишет, что это неотъемлемая часть Шувы. Да. То есть не просто в сердце, а сказать это. Сказать очень коротко. Ты говоришь вам, да, то есть первое, Всевышний грешный я перед тобой вот таким-то, таким-то грехом. Как мне безумно стыдно, что я это сделал. Да. И ты уже это говоришь. То есть когда ты это говоришь, это и есть составляющая Шувы. Необходимо это сказать. Наедине. Я сам собой. Но произнести. И последнее. Пятое. Это каббала леатид. Это принять на будущее. Принять на будущее, что впредь Всевышний я тебя не подведу. Я тебя не подведу. Я больше такого делать не буду. Я теперь понимаю, да, я своей взрослой головой смотрю, чем я думал. Да. Неважно, головой, ситуацией, сердцем. Я другой. Ашем. Я-то, я все, я на это больше не пойду. Я на это не способен. И тут все сразу спрашивают. А ладно, а когда можно подумать? А если ты сделаешь еще раз? Если. Оставьте Всевышнему. Да. Если. Тоже пишет рамбом. Потому что ваше закрепляется тогда, когда ты попадешь в эту ситуацию, этого не сделаешь. Ну, обычно человек понимает, когда он это имеет в виду, да. Человек решил, что он больше не будет это есть, он не будет это больше есть. Все. Я могу жить без этого. Да. Все. Не могу. Буду. О. Но принятие на будущее, это работа и называется чува. То есть это не что-то эфемерное, да. Вот мы стоим, почему так долго стучать себя в грудь? Не стучать в грудь надо, да. Мешок взбивать, чтобы больше туда влезло. Да. Как шутят. А на самом деле после каждого греха, вот этот удар. Задуматься. Так, секундочку. Было же. Было. Да. За грехи, которые мы совершали ногами. Да. Куда я ходил? В какие места я ходил, куда не стоит ходить? Да. О. Отлично. Давай вспоминать. Слушай, ой, как стыдно. Зачем я туда пошел? Какие люди смешные, да. Они идут куда-то, ставят себя в какую-то ситуацию, а потом удивляются, почему они что-то сделали. То есть, да. На самом деле это как дважды два. Человек очень, очень сильно подвержен, да, воздействию окружающей среды. Поэтому человек куда-то себя ведет ногами. Понятное дело, что это на него отразится. И даже если там он выдержит, он это с собой все заберет в ушах, в голове, в памяти и придет туда еще раз. И в итоге это его, да, то есть надо понимать, как он вспоминает все это, сразу сожалеет об этом, говорит об этом. Он только что сказал это в Тахануне. И прыгал на себя, что больше так не буду. А вот теперь сделайте это так и посмотрите, какая у вас будет длинная молитва в Йом-Кипур. То есть именно так должна быть шува. Это называется шува. И на самом деле мудрец, истинный человек, который познал реальность, понял вообще жизнь с конца на начало. Обратите, не с начала до конца. Он посмотрел на свою жизнь не как ребенок, то, что я вижу перед носом. А вообще, в чем мне рыпаться? Чего все эти люди суетятся, я не могу понять. Кто-то мне говорил, да, пример такой. Вот представьте себе, вы видите, огромный корабль, люди, матросы грузят туда какие-то тюки, люди бегают, кто-то плачет, кто-то машет, значит, прощается. Движение просто риски пить нереально. Тысячи, тысячи, тысячи людей на причале, на корабле. И тут, знаете, так медленно камера так опускается, и ты видишь, написано «Титаник». И сразу что? Вот они так суетятся, как, знаете, как защемило в груди. Бедные, бедные. Чего они суетятся? Что они? Они же умрут. Скоро они все замерзнут в этой воде, да. Если, получается, все суета, да. Поэтому на жизнь нужно смотреть с конца на начало. То есть, будешь секундочку, если я в итоге умру, да, так для чего я живу? Что-то строю, что-то делаю, да. Кому все это, да? Ну, хорошо, если дети, дети еще идут твоим путем, им все то, что ты взрастил, им для них важно, окей, можно как-то себя успокаивать. Но, по сути, ты и ты для чего? А что бы делать бедным людям, у которых не может быть детей? Или, знаете, они уже взрослые дети состоялись, ему уже все не нужны. Все, смысла нету, давай. Жизнь бессмысленна. Друзья, это то, о чем мы должны задумываться. И человек мудрец, который действительно взглянет трезво на свою жизнь, соберет все свои знания, все, что он когда-либо видел, учил, слышал, вдумается глубоко-глубоко-глубоко, глубоко он поймет, что нету в жизни большей ценности, чем чува. Всевышний подарил удивительный инструмент переосмысления. То есть ты — это кто ты есть сейчас. И если в 90 лет, да, но ты по-настоящему все наконец-то понял и просто до боли прошел пять уровней, вы слышите? Ты сорвешь всю тьму, все перегородки, да, и останешься полностью, ты достигнешь цели своего творения. Для чего мы пришли в этот мир? Для совершенства. Мы должны, то есть это завод, это завод, весь наш мир все это декорации, большой завод, да, ты такой маленький камень, неограненный алмаз, который нужно огранить. И мастер тебя всякими испытаниями ведет тебя твоим путем, идеально, чтобы тебя огранить, да, чтобы ты получился такой красивый, да, много у тебя было сторон таким драгоценным камнем. Стремиться к совершенству, да, и нет предела своего. Стремиться максимально достигать совершенства. Чува в этом отношении — это просто невозможно даже передать, да, что есть чува. Поэтому нужно запомнить пять этапов, да, запомнить, как это делается. Заниматься, что называется, хэшбоннефеш. Одна из неотъемлемых частей. Человек должен быть осознанным, вообще, по идее, самый мудрый человек, он делает раз в день, читает таханун. И перед сном он делает хэшбон, он вспоминает, он вспоминает. Ты не можешь, ты должен каждый момент своей жизни анализировать. Да, сегодня надо мной посмеялись. Я что-то сказал, и мне так ответили. А давай-ка я вспомню, а почему, почему это... Да, обдумывать, обдумывать. И тогда ты обязательно попадешь в эту ситуацию еще раз. Только каким-то надо быть глупцом, чтобы в одни и те же грабли наступать. А люди такие. То есть, да, в чем сложность? В чем как бы, да, сложность, да, твунот, пишет Рамхаль. Сложность в том, что есть зло, результаты которого мы чувствуем мгновенно. как розетка. Сунул пальцы в розетку, тебя током ударило, ты больше так делать не будешь. Зло. Разбил там в витрину магазина, тебя там прибежали, отлупили, посадили, отсидел там, понял, что так больше делать не буду. Но все не так просто. Оказывается, да, есть зло. Результаты которого сразу не видны. Но это зло. Это зло. И точно так же, как ребенок, которому мама запрещает есть много сладкого, дожидается, пока мама ушла, а потом съедает все, вспоминает, что мама сказала, бежит к зеркалу, смотрит, зубы нормально. И он не может понять, что за обман. Говорит, зло, нельзя, шаббат не нарушаю. Вот, включаю. Все нормально. Ничего не происходит. Где? Где зло? Мама меня обманула. Сама хотела съесть торт. Но когда через полгода мальчик корчится от боли у донтиста, тот ему делает, он, ребенок, он не в состоянии сопоставить эти два факта. Он не понимает, что причина, по которой сейчас у него кариес, и он испытывает такую боль, началась тогда, шесть месяцев назад, когда он стал переедать сладкое. Да? Или там попробовал что-то, что-то, что не надо было пробовать. Но мы такие же, мы ничем от этого ребенка не отличаемся. Есть вещи только от того, что сразу ты не чувствуешь результат. Это не значит, что это не зло. В итоге человек пожинает плоды той реальности, которую сам создает. А в великом милосердии Всевышнего это происходит не сразу, это как бы длится. И для чего это сделано? Чтобы обусловить, вы все прекрасно знаете, свободу выбора. Если бы все было сразу, как розетка, тогда все ходили бы как по струнке, боялись бы туда не пойди, пьет током, сюда не пойди, пьет током. Всевышний хочет, чтобы мы осознанно не делали что-то только из-под кнута, а понимали, что это зло. Работая поэтому, шува является вообще краеугольным камнем всего еврейского. Всевышний ждет человека, ждет, ждет всю его жизнь. И на самом деле вся жизнь человека это тшува. Вся жизнь. У кого-то крюк, кого-то помотало, помотало по жизни, он понял там. В средние годы там опа, повернул, вернулся ко Всевышнему. Кого-то еще больше помотало, вернулся ко Всевышнему. Кто-то перед смертью уже понял, и действительно, и такие, к сожалению, большинство. Но вся мудрость в том, что представить день смерти сегодня, то есть мудрец тот, кто уже сегодня может подумать, слушай, ну действительно, а для чего? К чему? Он сегодня задумывается о этих вещах. И чем раньше шува, и любой человек должен делать шуву, самый возвышенный цадик, самый великий праведник делает шуву. Всегда есть над чем работать, всегда есть куда вернуться. Всевышний хочет, чтобы мы вернулись, вернулись в состояние изначальное, да, Адама до грехопадения, когда было совершенно очевидно и понятно, да, простая вещь, что есть творец. Его творение должно стремиться только лишь к близости к своему создателю. Это заложено на самом просто интуитивном уровне, самом базисном, который только, который есть только у человека. Окей, работа – это шува. Да, это шува. Давайте в эти 10 дней, эти уже 7 дней до Йом-Кипура, включительно Йом-Кипура, постараемся с вами, да, прослушаем еще раз, еще раз, задумаемся сами, мы уже так много знаем, но только это как бы, да, мы так много знаем, но в итоге это знание, оно в голове, оно не опускается в сердце. Нужно это не знать, нужно это осознать. Да, я когда начинаю говорить там людям таким, знаете, уже там много там соблюдают, а им все про Бога, про веру в Бога, они говорят, мы все верим в Бога, что-то, я говорю, нет, нет, даже самым большим надо Ировином и Аврехом говорить про веру в Бога, в этом есть уровни, работа, я знаю, что есть Бог, да, серьезно, знаете, как в кино, когда главный актер вдруг понимает, что все вокруг, да, а он и подумал, ну ладно, и пошел дальше жить, этой жизни, так не бывает, если бы ты действительно, это действительно, действительно понял, поэтому написано, что как узнать, где выше праведник, этот выучил Тору там три раза, а этот пять раз, нет, Ирад Шамай, уровень человека, это уровень его осознанности, страх перед небесами, он понимает, что все, он просто сейчас на ладони, все, что он делает, от него так много зависит, вот это уровень человека, да, поэтому всегда надо укрепляться в одном, эмуна, эмуна, вера во Всевышнего, отсюда приходит желание, просто неистово, не упускать ни одну минуту, без чувы, особенно, когда она жила на Всевышней, Всевышний ждет раскаяния человека, в эти десять дней, израя Ташем, чтобы мы удостоились, удостоились вернуться, бетшува, шелема, и все наши молитвы были приняты, всем желаю гмар, хатима, това, окей, аллахическую часть, тогда перенесем, перенесем с Божьей помощью, на завтра. Но у нас все эти дни будут уроки, правильно, брат? Все эти дни будут уроки, хотите послушать про Гидалию Бенахикама, просто про пост, буквально пять минут, прочитаю вам про, пост. Что? Конечно. Где-то, где-то, мы уже тени, видишь, как люди говорят, что мы еще, оказывается, торопимся. Ну, давайте просто два слова. Сегодня, да, день, сегодня Цом Гидалья, Цом Гидалья, да, сегодня Третий Атишрея, был убит Гидалья Бенахикам. Это, да, когда первый храм был разрушен, народ Израиля ушел, в Вавилонское изгнание. То царь Вавилона Невухаднецер назначил Гидалью Бенахикама, большого праведника, своим наместником, в Иудее, да, то есть уже не было давно Северного Царства Десяти Колен, была Иудея. И такой праздник раввины назначили царем Иудеи. Ну, прекрасно. Казалось бы, причем Вавилон не хотел на Вавилон как бы все уничтожать, хотел, чтобы евреи жили, просто подчинялись ему. На евреев, которые стали жить в земле Израиля, возлагались большие надежды. Если бы им удалось укрепиться на своей земле, то они смогли бы 70 лет спустя вместе с теми, кто вернется из Вавилона, заново отстроить храм, воссоздать, возраздить Израиль. И действительно, некоторое время казалось, что горстка евреев, оставшихся в земле Израиля, оправляется после потрясения пережитого страшного горя, разрушения храмом на Ухаднецаром. Все-таки как-то вот, да, ну, все-таки живут, обрабатывают поля, как-то вот возрождается жизнь. Но был царь Амона. Царь Амона, он нанимает и подбивает под бунт кого? Ишмаэля бен Нетанию. Ишмаэль бен Нетания. И посылает его, чтобы тот убил Гидалю бен Ахикама. При этом у самого Ишмаэля бен Нетания были свои личные мотивы. Он сам был из рода, царскому роду принадлежал и считал, что почему это вдруг Гидалю бен Ахикама я должен был быть царем. И тот сыграл на этом. Да. И военачальники Гидаля бен Ахикама говорили ему, что нужно осерегаться Ишмаэля. Предупреждали, но Гидаля бен Ахикама был праведник. Он говорит, я Лошонара не верю, как это так. И страшным делом, да, что случилось, все это случилось во второй день Рошашана. Приходит к нему Ишмаэль со своими бурдалаками, этими рецидивистами. И Гидаля бен Ахикама встречает его, сажает его за стол, макает халу в мед, угощает его, а тот убивает его, зверски, всех его приспешников, ржавым ножом в спину. Причем еще убивает, там еще 80 человек совершенно невинных, которые просто пришли в бедных, обветшанных одеждах, услышав, что в Гидаля бен Ахикама ужас какой-то творится. И тогда уже, да, военачальники Гидаля бен Ахикама об этом узнают, пытаются преследовать Ишмаэля. Ишмаэль бежит. Да, бежит. В итоге он смог убежать, кого-то убили, но сам Гидаля вот этот вот Ишмаэль, он убегает в ОМОН к своему этому царю, который его прикрывает. И тут наступил ужас. Евреи поняли, что наместника Невухаднецера убили сами же евреи. Никто же не будет разбираться сейчас, кто это был там, оппозиция, не оппозиция. Еврей Ишмаэль бен Атания убил. Ну все, а раз так, все евреи очень жутко перепугались, что теперь будет какое-то просто тотальное истребление всего еврейского населения в Израиле. Однако, точно неизвестно, когда здесь написано было убить Гидаля Менахикам, написано третьего Тишрея. Я вам сказал, что это было во второй день Рошашана. А так как нельзя праздновать, нельзя поститься в Рошашана, так перенесли день на третье. Но видите, он здесь приводит Талмуд Ярушалми, что Гидалий все-таки был убит первого Тишрея. Не знаю, я учил, что второго Тишрея. Но поскольку в этот день, да, мы не празднуем, то перенесли на третье. Как бы там ни было. Наши мудрецы сказали также, да, из того, что пророки установили пост в день убийства Гидалии, мы учим, что смерть праведника равноценна сожжению храма. Это тоже интересно, да. Мы постим четыре поста. И все эти четыре поста, они по храму. Первый храм разрушен, 17-й это Муза, стены по Иерусалиму, 9-й Ава, храм разрушен, 10-й это осада Иерусалима. Но пост Гидалии, ну, убили, как большой праведник, но хорошо, сколько праведников погибло. Мы тоже видим, что смерть праведника равноценна сожжению Бейта Мигдаша. Тоже так написано, Рошана. Агады-те, Рошана. Рабейну Иерухам, Эвенезра, так объясняют, и было в седьмой месяц, означает, в первый день месяца. Окей. Вот так вот работая, поэтому сегодня день, то есть, что мы, почему скорбим? Сегодня это была дата, когда со смертью Гидалии, это была последняя капля, когда последние евреи бежали. Они бежали из Израиля, земля Израиля полностью опустела. Пророк говорил, останьтесь, вам ничего не будет, пророк Ермьягу. Но они не послушали его, евреи. Он сказал, останьтесь, и Всевышний сделает так, что все будет нормально. А они бежали, бежали в Египет. И как пророк и предсказывал, рассверепел Невухаднецер, что они бросили землю Израиля, и в итоге напал на Египет. И в первую очередь как раз буферная зона были эти евреи, которые бежали. Перерубили всех евреев в первую очередь, и Египет захватил. И вообще, ну, Невухаднецер, что это было единственное, куда можно было бежать. Египет сопротивлялся империи Вавилона. А, вы бежали, еще бежали в Египет, отлично, хороший повод как бы Египет достать. Он был правителем мира тогда. И в итоге Египет тоже договорился. Кей Рабутаев, Семцом Каль. Да. Пост – это только маленькая часть поста. Главное – это наши мысли и поступки в этот день. Всем и шаркоах. Я с вами прощаюсь. И бейзата шем Цом Каль. До следующего раза. Сегодняшнее занятие было Лейну Нишмат Авраам Бен Йосеф. Сегодня Йорцайт. Дядя. Здорово, здорово, здорово. Это не девятая. Девятая Ава. Не принято там траву. Зура, хорошего дня, брат. Не знаю, слышал ты что-то или нет, но все-таки моя родная. Прямо с работы. Всем счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова